друзья всем привет понедельник 18 марта набережная тараса шевченко москва сити за мной и прямо сейчас начинается тест-драйв ночной тест-драйв toyota camry рассказываю зачем почему для кого вот уже полгода я владею этим автомобилем купила у как вы помните под зиму на лысой резине пока покатался зацепа никакого не было потом началась зима слякоть снег сейчас машина находится на зимней резины вот сейчас начинается отепель уже в воздухе запахло весной я наконец-таки решил погонять на автомобиле хоть почувствовал на что способен этот мотор многие знают что camry 2 литра это пони дохненький пони никому не нужны camry 2 и 5 это рабочая лошадка а камри 3 и 5 это некий конь на котором можно хорошенечко погонять напоминаю что вот этот экземплярчик 2013 года выпуска я его урвал на вторичке за 1 миллион рублей друзья зачем покупая тачку для того чтобы не понаваливать camry toyota в целом надежный автомобиль за исключением коробки передач вот это здесь никак проверить невозможно перед покупкой и это будет стоить вам примерно 100 120 тысяч рублей я не буду размазывать кашу по тарелке давайте отправимся с вами покатаемся я с вами поделюсь своим опытом своим мнением за этот автомобиль с точки зрения разгона и динамики и управляемости но прежде чем мы поедем посмотрите кратенькую рекламную паузу от спонсора данного видеоролика ведь все денежки которые мы зарабатываем тратим на развитие нашего канала погнали стоп нам нужно сделать маленькую остановочку на которой я вам расскажу про самый полезный авто товар а именно коврики его от компании давкар выбирая коврики его нужно склоняться только к оригиналу и купить вы его можете на сайте производителя давкар точка ру альтернативу от китайцев можно купить на 200 300 рублей дешевле объясняю оригинальный производитель в материалах использует плотность 60 шор шор и влияет на влагопропускаемость а китайцы используют всего лишь 30 шорт поэтому их коврики начинают течь я лично советую не экономить 200 300 рублей сами знаете скупой платит дважды а выбрать официального производителя его ковро давкар точка ру у нас круглый год грязище говнище и все это так и норовит попасть вам в автомобиль через обувь а вот уникальная система сот как раз таки сдерживает и влагу и грязь и пыль и реагенты ковры его индивидуально изготавливаются под каждый автомобиль и имеют оригинальные крепления и в вашем автомобиле они ложатся как родные ковры сохраняют эластичность от минус 40 до плюс 40 и есть огромный выбор по цветам пришло время сделать эксперимент и проверить их на деле накидываем снежку и водички ребята водички и обильно наливаем водички что нужно сделать пожалуйста обратите внимание что снизу ничего не капает и сейчас самое интересное об 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 все ну красотища быстрая и дешевая доставка до дверей по всей россии и странам снг ковры отправляют без предоплаты оплата происходит по факту получения два года гарантии ты еще сомневаешься да тебе могут вернуть деньги в первые 30 дней если тебе что-то не понравится давкар точка ру ссылка ждет вас в описании мы отключаем газок он нам сегодня вообще не нужен и мы решили задать жару газом в пол хорошая пробуксовочка я специально вешаю нам навигацию для того чтобы мы ловили все камеры потому что друзья вся москва усеяна камерами да я все прекрасно понимаю что безопасность превыше всего но зачастую по пять полос в одну сторону можно ехать отбойники нет никаких людей никто не будет перебегать дорогу вешают 60 вешают 40 зачем это сделано ну наверное чтобы собирать штрафы если ты хочешь погоняться то по городу это будет и серии газ в пол тормоз газ в пол тормоз чтобы ты получил удовольствие в условиях города чтобы ты насладился динамикой автомобиля это как правило либо ночь либо воскресенье днем покататься не получится как вы помните совсем недавно я сделал техническое обслуживание заехал посмотрел реальное состояние автомобиля некоторые сказали да у тебя машина в печальном состоянии это конечно смешно потому что с точки зрения техники друзья все здесь нормально вот обращаю ваше внимание лампочки вот это не светилась 15 рублей вот это 15 рублей вот это 50 рублей я их поменял сам за пять минут все здесь меняется элементарно вот дилер одна из претензий была вот он пришел лампочка такая лампочка сякая подсветка там впереди по селектору к переключению передач все это мелочи сейчас по подвеске всякие эти хомутики купить прокладочку купить это тоже все мелочи вот казалось бы появляется окошко мы можем разогнаться а нет сзади нас висит камера на 60 с 80 очень конечно хорошо подхватывает и передвигаешься некоторые смотрят а старая камрюха но когда видит шильдик в 6 о чем-то он договорит вот допустим обратите внимание участок дороги да мы встраиваемся то есть казалось бы здесь можно с газком зайти разогнать чтобы комфортно войти в полосу но там висит камера на 60 то есть я прямо на это хочу сделать отдельный уклон зачастую вот читают драйв 2 люди пишут то покупает мощные автомобили по 10 тысяч по 15 тысяч штрафов за месяц вот у нас участок никого нету машина такая массивная вот если на мази когда я ездил то есть я чувствовал в каком плане автомобиль то есть каждый вот можно сказать сантиметр ты влево вправо перестраиваешь ты ощущаешь автомобиль здесь же я вроде бы еду на седане но в тот же самый момент у меня ощущение как будто это на каком-то внедорожнике то есть это действительно большая машина перестраиваться влево вправо ее приобрать селедку исходя из того что камеры плюс сдерживающим фактором является трафик это мы сейчас едем вечером специально чтобы посвободнее было а днем ты поедешь постоянно упираешься в пробку я придерживаюсь уже такой мысли что сейчас как раз таки нужны эти малолитражки двухлитрового ну в лучшем случае два с половиной мотор держать руль на тремя руками это серьезно говорю вот такие резкие перестроения это только вот в условиях до 120 до 150 на 180 где-то за городом либо там на какой-то специально отведенной трассе для гонок фух я думаю вы вспотеете хорошенечко по крайней мере ладошки ваши взмокнут знаю людей которые носятся по 200 ряд да не вопрос все классно все замечательно ну не знаю я бы побоялся с тобой кататься сколько раз я не садился за автомобиль думаешь днем ну блин хоть почувствовать и и думаю полгода уже владею машины хоть погоняться при этом езжу то я много на трассу выходишь начиная трассу газку дал ты разогнался все вот прямая дорога ты едешь там 130 150 нужно обогнать там разгоняешься больше а в целом держишь чтобы тебе было комфортно чтобы не напрягаться по городу она нужна эта мощь серьезно тем более с учетом того что со светофора ты будешь срываться 060 постоянно будет пробуксовывать вот не хватает здесь полного привода понимаю многие про это говорили но это прям вот блин не нужна и такая мощь этой машине соответственно три с половиной литра это вот хорошо когда ты выехал за город для уверенного обгона все но с другой стороны есть города по нашей стране для таких пробок такого трафика нету где поменьше камер где прямые участки дороги где нет людей где безопасно можно проехаться хотя бы там до 100 километров получить удовольствие что-то газку дал машина поехала сами понимаете управлять автомобилем это не вот не безбашенная езда этот драйв этот динамика ты хочешь кайфануть ты сел о пошла ты слышишь мотор ты чувствуешь машину тебя разгоняется вот это классно и вот до 100 километров она вот стоит на дороге может сказать очень хорошо то есть никакого напряга нету частенько встречаются комментарии где вы говорите а зачем ты покупаешь вторичку было у тебя нормальная новая машина ездил бед не знала сейчас катая что что-то потекло что что-то нужно поменять да и вообще машина уже старая не такая эффектная как та же самая mazda друзья я вам объясню покупая новый автомобиль ну ты им как минимум должен повладеть хотя бы три-четыре года потому что если купить выправ через год-два ты сильно потеряешь на вторичке это раз я покупаю автомобиль например на год покатался я теперь представляю что это такое после него я куплю автомобиль тоже на вторичке тоже на год то есть за три года я смогу меня три разных автомобиля у меня будет гораздо больше опыта и вы должны понимать что одно дело вы покупая автомобиль вы смотрите с точки зрения надежности вам нахрен не нужны какие-то происшествия вам некому рассказ для вас это будет головняк для меня же это все-таки канал для меня это же все-таки какой-то контент возможно что-то новенько показать вам и поэтому от себя если вы не хотите ни с чем заморачиваться конечно лучше купить новый автомобиль пусть попроще но новый автомобиль лет на пять кататься и не знать никаких бед с ним и при этом иметь дополнительно гарантию от официального дилера от производителя если же вы все-таки хотите рискнуть посмотреть разные автомобили то здесь на друзья уже сотый раз говорю нужно в первую очередь найти живой экземпляр все зависит от этого если вы раз перейдете на вторичку купить убитую тачку с обманом где с документами будут проблемы для вас это на всю жизнь будет печальный опыт и вы постоянно будет говорить нахрен эту вторичку то есть негатив негатив а покатавшись раз на живом экземплярчики будете довольны и наверняка потом купить еще раз себе вторичку многие брезгуют вот я общаюсь с людьми многие говорят ну для меня купить тачку с пробегом это то же самое что купить бушный телефон это тоже самое что купить поношенные джинсы ну суть в том то что я вот купил автомобиль села него буквально через неделю я к нему уже привык через два месяца для меня это как будто моя машина через полгода такое щенка вот я ее брал завода давным-давно катаюсь на ней и просто знаешь вот сейчас такой момент происходит насыщение вот впереди весна-лето вот мы погоняемся я думаю день к середине лета она мне уже будет надоедать но с другой стороны понимаешь нет никакого головняка его не предвидится самое главное здесь не убить коробку на газу тратишь деньги вообще копейки для некоторых автомобиль все равно статусный то есть вот в область куда-то выезжаешь а камри а камри 35 то есть звучит вот если бы сказал что там два литра камри пятидесятка ну понятно ну хорошая хорошая машинка надежная если поговорить о внутреннем комфорте вот я как водитель автомобиля принципе его не ощущаю да я сажусь машину да она большая да она как корабль вот действительно слово корабль здесь очень хорошо подходит как сравнение вот с точки зрения комфорта для заднего пассажира друзья вот очень часто да некоторые говорят бизнес-класс toyota это седан бизнес-класса вот отчасти я теперь могу даже с этим согласиться если речь идет именно о заднем диване потому что не в мазде 6 не в ки оптима не ford мандео такого пространства такого простора не будет покупая автомобиль с электродиваном где откидывается спинка здесь можно развалиться так что это просто космос какой-то особенно в нашем автомобиле нету никакого люка если не ошибаюсь в toyota camry вообще не предусмотрен вот в этих версиях люк то есть ты садишься мест над головой полно отодвигается переднее сиденье и вот тот кто сидит сзади он действительно кайфует но зачастую тот кто платит за автомобиль он сидит спереди и поэтому мне лично задний диван то есть я могу только с вами поделиться этим рассказать то что да там классно там много места но я сижу спереди я-то молодой мне хочется надо дать старика ч а хорошо вот это я понимаю блин то есть ну что что но тягу этой тачке есть вот дурь прям газку даешь блин пацаны полный привод вот полный привод все бы решал этой ситуации была бы машина прям я не знаю топ вот реально на вторичке была бы топ особенность этот полный привод был бы постоянный на него не было бы никаких нареканий вот тогда было бы круто зеленый пошел а у меня дико просто пробуксовывает от до 60 она пробуксовывает потом она начинает подрываться до 60 понимаете вот в городе если брать с точки зрения правил дорожного движения 60 все там и местами 80 то есть до разрешенного предела ты пробуксовываешь как только ты уже выровнялся у тебя пошла тяга у тебя пошел зацеп все как бы уже нельзя больше нужно сбрасывать хочу сделать кратенький отзыв за резину когда я ее покупал я отталкивался от того что мне нужна была недорогая резина на один сезон чтобы просто зиму откатать так сказать найти дешевенькую но чтобы соответствовала цена качества выбор пал на viati только лишь потому что было очень много отзывов хороших за резину друзья вот обратите внимание я на ней проехал 12000 км очень хорошо она гребет по снегу куда-то выезжаешь там вот в области выезжать домой резина действительно хорошо держит дорогу с другой же стороны силу того что 17 колеса и здесь стоит дополнительная шумоизоляция внутри автомобиля я никогда не слышал о цокане от шипов когда останавливаешься еле-еле их есть и услышишь обратите внимание на состояние практически все шипы на месте я вам честно скажу 100 процентов выпал наверно процентов 5 поэтому с точки зрения резины я остался от реально доволен на лето я присматриваюсь и так же вяти потому что мне опять-таки подчеркиваю резина нужна на один сезон вот к чему я это говорю и зачем я вообще на это делаю уклон да потому что когда вы покупаете автомобиль на вторичке люди смотрят его на год-два ну максимум три в среднем это два-три годика соответственно такая резина по цене недорого она обошлась то в районе 20 22 тысяч рублей не помню смотреть по счетам ну реально достойная резина с 30 ну уже 80 то есть понимаете вот вот что что вот срывается на очень хорошо даже мы это делаем в горочку давайте сейчас смотрите со светофорчика загорится зеленый и мы плавненько то есть без газа в пол а вот плавненько плавненько разгонимся до 40 и потом я уже поддам парку поехали ракет пол пробуксовывает тут пробуксовывает просто постоянно срабатывает курсовая устойчивость хотя я отключил блин ну кайф конечно то есть в городе ты носишься и такое ощущение как по прямой дорога хорошая что машина прям очень хорошо стоит на дороге особенно раскочегаришь уже даже не в какие-то те ручные режимы переходить не нужно и так нормально двумя руками только держи руль и следи за дорогой точки зрения содержания автомобиля когда вы его покупаете на вторичке но только дурак будет обслуживаться у официального дилера как вы все уже знаете уже сотни раз об этом было сказано что переживать здесь стоит только за коробку потому что только она здесь подвержена риску поломки но не выдерживает она этой мощи сто сто двадцать тысяч рублей то есть по хорошему когда вы покупаете автомобиль лучше сразу 150 на всякий случай отложить чтобы не жалко было давать и все понимаете вы владеете седаном на который можно вольнуть вот мы прогазовываем да она прошлифовывается но при этом он будет не напряженный в содержании если купить какой-нибудь там не дай бог porsche или еще какого-то немецкого автомобиля который будет более понтовый ну блин ребята то можно такой ремонт нарваться а эта машина вы купили покатались также скинули вот в этом конечно огромный плюс toyota camry в нашей стране и в странах снг она по внешнему виду никогда не выглядела на какую-то пушку-гонку все что по внешнему виду выделяет это шильдик v6 раздвоенный выхлоп у нее нет какого-то звука от выхлопа что ты завел едешь газку даешь а потом простреливал чтобы какой-то хоть какая-то агрессия от этого шла то есть машина по сути штатная ты начинаешь разгоняться знаешь и вроде бы динамика ты видишь то что стрелочка бежит вперед набираешь скорость но при этом то той же самой мазде двухлитровый я перестраивался носился у меня был драйв здесь знаешь вот не хочется носиться не хочется просто спокойно ехать я к тому что 35 брать для города ну сомнительно этой серии только того что ну найдете живой хороший экземплярчик ну можно взять попробовать вот мы сейчас с вами понаваливали последний час машину вообще не глушим 16 половиной литров расход были бы катализаторы было бы примерно 18 ну 20 скажем так если еще сейчас больше больше топить топить ну 20 . будет расход 20 . это к слову так вот вечером поносился столько мы проехал 1000 рублей отдай управление в городе вот обратите внимание что дороги в целом по москве хорошие но везде есть бураки везде есть тыки прошла зима асфальт подтаял соответственно тоже можно и в ямку попасть силу того что стоят 17 колеса нормально то есть вот я даже по тем же самым маршрутом катался и на мазе на 19 колесах где резина была пониже да и в принципе не напрягался здесь мы выезжаем на брусчатку вроде бы плывем но местами знаешь хотелось бы и покомфортней с точки зрения шумоизоляции еще раз повторюсь если выехать на трассу разогнаться больше 140 километров там ехать 160 180 здесь стоит дополнительная шумка но все равно шумно то есть действительно машину на таких скоростях она шумновато сравниваю просто-напросто с мерседесом е-класса который был куплен например от официального дилера и там есть у них дополнительный пакет шумоизоляции вот такой автомобиль мы тестировали катались 160 170 разгонялись вообще вопросов никаких не было то есть там действительно прям чувствуется уровень самое время подвести итоги 35 для города более чем для трассы более чем запаса мощности здесь достаточно в городе эта мощь просто не дает вам нормально разогнаться если вдруг вы захотите поиграться путем нажатия педали в пол мое личное мнение лучше посмотреть на вариант два с половиной литра 35 ну никуда 7,1 секунды до сотни заявленный разгон с передним приводом друзья но это перебор с точки зрения управляемости машина не так хорошо держит дорогу вот если сейчас меня спросить что лучше mazda или camry однозначно по управляемости mazda мотор два с половиной литра будет достаточно вам погоняться там разгон будет примерно 8 секунд до 1 сотни с передним приводом вот это нормально все что ниже но нужен уже полный привод друзья однозначно если же объективно посмотреть и подходить к разгону с головой не давить педаль в пол а плавненько плавненько а потом в пол вот эта машина будет срываться с места очень достойно и всем тем кто любит погоняться вышел с работы у тебя есть хорошие прямые участки дороги есть хороший асфальт в городе ты едешь по прямой ты будешь получать хорошие положительные драйверские ощущения понтануться на этом автомобиле ну как минимум в москве у вас уже не получится в московской области либо где-то подальше да еще можно сделать можно затюнячить переделать морду поставить красивые диски занизить в общем доработки по автомобилю встречаются есть действительно вариант на который смотришь и думаешь вот все сделано со вкусом прям машина действительно становится симпатичная штатная версия это обычная тачка скажем так все едут camry camry но в первую очередь эти автомобили покупают исходя из надежности это комфортный автомобиль и пожиратель трассы покупая его с мотором два с половиной литра с должным обслуживанием вы запросто на нем проедете 1400 километров и более рассматривать версию 35 друзья вот теперь я вас приглашаю в комментарии напишите ваше мнение что вы думаете именно за camry 35 нужна ли такая машина на вторичке взяли бы вы ее себе если же нет то напишите другой достойный вариант который будет подходить по динамике и по надежности у меня на этом пока что все обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала высказывайте ваше мнение от до в комментарии ставьте лайки ставьте дизлайки до новых встреч всем пока пока